Всем хай, вы на канале NoCube и добро пожаловать в моё новое видео по Майнкрафту. Как вы думаете, что же случилось с травой и деревьями, которые находятся вокруг меня? Вы думаете, наверное, что я установил мод Battlefield Age? Да как бы не так, потому что это, ребятки, не мод, а ресурспак. Я на самом деле офигел, когда узнал, что такой ресурспак появился, но действительно один очень старательный человек, можно сказать, портировал мод Battlefield Age на самой новой версии Майнкрафта, только в виде вот такого прикольного ресурспака, который вы сможете поставить, и играя в ванильный Майнкрафт, и играя в Майнкрафт с Форджем и с Фабриком. Короче говоря, все игроки, независимо от того, в какой майн они играют, смогут поставить себе этот ресурспак и наслаждаться вот такой красивой травкой и листвой. И в сегодняшнем видео мы с вами подробно посмотрим, что у нас вообще изменится с этим ресурспаком. Перед просмотром не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал, если вы ещё этого не сделали, также обязательно пишите своё мнение в комментариях. Для меня это очень важно, именно благодаря вашей поддержке создаются новые видосики по модам на Майнкрафт. Ну а мы с вами не теряем ни секунды, переходим к нашему обзору ресурспака Battlefield Age. Погнали! И теперь давайте поговорим про то, какие же у нас с вами блоки изменились с этим ресурспаком. Ну, во-первых, это у нас с вами блоки земли с травой. Они выглядят теперь вот таким образом, и они по-настоящему классные и красивые. Имеют вот такую вот объёмную травку по бокам. Также теперь трава на них будет не только на самом кубе, но и вот так вот будет слегка выпирать сверху. Это тоже добавляет достаточно красивой атмосферности. Высокая же трава будет выглядеть уже вот таким образом, и она будет представлять из себя объёмные многогранные кустики травы, а не крестики, каким мы привыкли в Майнкрафте. А более высокая трава, которая растёт уже в два блока, вообще будет выглядеть как очень классные болотные кустики, которые мне просто безумно сильно нравятся. То же самое касается и уже привычных нам цветочков. Они тоже имеют теперь вот такую многогранную очень красивую модель, и они по-настоящему прикольно смотрятся сгенерированными в мире. Также на земляных и травяных потолках у нас с вами будут появляться вот такие грибочки, но это не что иное, как просто текстурку. То есть собрать их как обычный майнкрафтовский гриб у вас не получится. Саженцы теперь изменены как внешне, так и по механике своей работы. Когда саженец только посажен, он выглядит как вот такой объёмный кустик саженец. Нажатием правой кнопкой мыши костной мукой мы с вами можем его взрастить до вот такого вот небольшого дерева. Всё это, напоминаю, ребятки, совершенно сделано без модов. И на самом деле даже слегка сложно вериться в то, что смогли сделать вот такой вот прямо в ресурспаке. И далее, когда мы с вами выращиваем уже вот такой вот подросший саженец, у нас с вами получается полноценное дерево, у которого, как вы видите, во-первых, изменён ствол, он теперь вот такой вот кругленький и прикольный, а также, конечно же, изменена листва. Конечно же, эта система у нас с вами работает не только на стандартные майнкрафтовские дубы, но и на берёзы, также на джунглевые деревья, далее на акации и на все остальные деревья, которые у нас с вами есть в Майнкрафте. И выглядеть они все будут вот таким вот образом. Также некоторые привычные нам майнкрафтовские блоки изменили свою форму, и теперь они выглядят тоже как вот такие колонны. На самом деле, из всего, что здесь я вам покажу, мне не очень нравится то, что книжные полки изменили до вот такой круглой формы, а также древние обломки, но им это вообще как-то не подходит. И я думаю, что многие из вас со мной согласятся, но вот что действительно круто, это то, что они сделали у нас с вами с базальтом, а также с чернокамнем, потому что у них теперь вот такие вот офигенные текстуры и модельки. И теперь давайте посмотрим, как с этим ресурспаком у нас с вами будут выглядеть привычные нам ранее майнкрафтовские биомы. Привычные пустынные кустики станут намного пышнее, а кактусы обзаведутся вот такими специальными веточками. Уже привычные нам подводные водоросли станут намного пышнее и красивее. Привычная нам растительность джунглей станет настоящим цветущим раем, в котором у нас с вами будут плавно вот так простираться огромнейшие джунглевые кусты, а также бамбук у нас с вами будет иметь слегка улучшенную модель. Стандартные майнкрафтовские поля превратятся в настоящие плодородные и очень красивые луга, которые вы видите перед собой. Даже привычные нам стандартные леса станут намного сочнее и красивее. Ну и Незер этот ресурспак у нас с вами тоже не обошел стороной, только посмотрите, насколько красиво выглядит багряный лес, он же просто шикарен. И грибочки, и листочки, и сами деревья, все у нас имеют новые модельки. А свисающие с потолка ляны так вообще выглядят просто сказочно, как будто из какой-то игры типа хайтейла. И искаженный лес со своим новым стилем тоже выглядит не менее круто, он просто потрясающий, особенно вот это его листва. И будем честны, в привычном на майнкрафте бастионы выглядят как-то так себе, они выглядят скорее как какая-то мешанина из блоков, чем как какие-то красивые руины. Так вот с этим текстурпаком у нас с вами все теперь реально преображается, и это выглядит по-настоящему красиво. Ощущается какая-то их масштабность, а также легкая объемность стен, за счет вот этих вот выпуклых текстурок у нашего чернокамня, а также у блоков базальта. Ну и если я заговорил о базальте, то я просто обязан вам показать базальтовые дельты, посмотрите какие они действительно интересны, необычны, выглядит это все прям очень-очень круто. Ну и в принципе я думаю, что это все, чем сейчас может вас удивить этот замечательный ресурспак. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы реально захотите поставить этот текстурпак и попробовать с ним поиграть. И ощутить майнкрафт с этими 3дшными модельками совершенно по-новому. А на этом у меня сегодня все, всем огромнейшее спасибо, что смотрели это видео. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать, вы знаете, как для меня это важно. Ну и на этом мы с вами будем прощаться, всем удачи, увидимся в следующем видео. Всем пока!